Привет всем самоизолированным! Вот пока тут все на карантине что-то боют, пишут, записывают, выступают. Мы тут решили тоже сделать небольшое интервью. Сейчас мы пригласим Трансэкстази, поговорим с ним, побеседуем по душам о жизни, о музыке, о его творчестве. Надеюсь, вам это будет интересно. Сейчас тут только разобраться, здесь надо куда-то ткануть. Слышно? Слышно, что? Все хорошо, все настроено. Судя по всему, всюду по этому у вас парикмахерские еще не открылись, да? Ну, у нас, да. Ни массажные салоны, ни парикмахерские. Ну ладно, давай оставим парикмахерские в этом, разберутся без нас. Давай мы поговорим сегодня о тебе, о твоем творчестве, о твоем проекте. Маленько, минут 15 уделим этому внимание. Мой проект накрылся медным тазом. Нет, давай начнем вообще с оптимистической ноты, с такой. Расскажите, пожалуйста, давай, знаешь, как это. Меня всегда интересовало, как человек приходит в музыку. Кто-то становится плотником, кто-то становится там и этом. Но я понимаю, что нужен талант. Как ты пришел в музыку? Вот с чего вдруг? Не токарем каким-нибудь, А пошел, начал заниматься музыкой. Ну, я даже не знаю, с чего тут начать, как таковой. То есть у меня есть музыкальное образование. Вот это хорошо. Является ли это причиной того, что я начал писать музыку? Да нет, но я замечал сам за собой. То есть когда у меня было еще вот, ну, там... Ну, это сколько у меня было? То есть я пошел в третьем классе на балалайку. Это где-то, наверное, 9 лет. Балалайка, это хорошо. Я на гитару пошел, хотел. Ну, как, изначально вообще я хотел хоккеистом быть. Это понятно. Да, грезил. Вот. И тут вместо хоккея мать мне предлагает это. Что, оказывается, у нее в голове были планы на мою жизнь. Что она хотела меня отдать на музыку. То есть я даже этому как-то удивился сначала. Оказывается, у нее были такие планы. А мы как раз... Мы переехали, и я пошел учиться в школу с третьего класса. Ну, по крайней мере, на постсоветском... Ой, в советское время школы были с каким-то уклоном. То есть одна, допустим, со спортивным уклоном, другая там с математическим. А я вот в третьем классе... Мы переехали, и я пошел в школу с музыкальным уклоном. То есть у нас было преподавание... Можно было записаться на пианино учиться, и на баян, аккордеон, что-то... Ну да, по классу аккордеон и баян. Вот. А я, соответственно, со своими... Этими... Представлениями, чего я хочу. Я хочу быть пятистом. Тем более наша сборная СССР так хорошо уступала. Третьяк как раз тогда был. Ну и все были практически хоккеисты во дворе. Ну и вот она говорит, что... Вот, то есть выбирай. Либо баян, либо пианино. Вот. Либо можно на хор. Там еще класс вокала был. В хор. Ну я сначала пошел в хор. Вот. Но мне сказали, что это... Что меня не возьмут. Вот. А на следующий день у них какое-то выступление было. Ну, какой-то конкурс. Там отбирался среди школ. И я что-то по краям... Как-то ухо этого услышал. И думаю, а пойду-ка я. Тоже. Ну и пристроился на следующий день. Я вот сейчас только это вспоминаю. Через, наверное, сколько это... Да блин, лет 35, наверное, прошло. Я даже не помню, что я в голове это держал. Вот. И думаю... Ну был какой-то выходной день. Наверное, суббота. И я пришел. То есть я узнал, когда у них собрание этих хористов. Вот. И я пришел, типа, под видом того, что я... То есть меня взяли в хор. Вот. И я вот тоже там же пою. Вот. А там какая-то песня. Ну, достаточно известная такая. То есть текст там несложный. И вот мы пошли в какой-то там дворец культуры. И там какие-то репетиции. И я, значит, вместе с этим хором встал и там, значит, поюш тоже. И этот дирижер-то, вот, ну, руководитель ансамбля, он никак не может въехать. Кто ж там это? Фальшивец-то все это. Потом она, ну, как-то все равно ухом могла услышать, что это. Ну, я потому что вообще, то есть, с ними-то занимались, да, видать, там, возможно, во втором классе там, да. А я вообще, то есть, нулевой просто тут встал, как бы, и с ними тут пою. Ну, она, говорит, ты тут что-то, ну, фальшивишь, говорит, давай это, ну, это, слази, говорит, отсюда, со скамейки. Ну, вот, и меня скинули. Ну, вот, ну, как-то так вот я подумал, блин, ну, ладно. Обиделся я на этот хор, вот, и у меня, значит, остался выбор либо пианино, либо баян, то есть, для меня что-то это было из ряда, ну, я не знаю, баян, что-то, какая-то деревня, а пианино это... Ну, представления такие в детском виде как-то, ну, не модно, что ли, можно так сказать. Да, да, и было такое мнение, что пианино это что-то там... Ну, да, а тем более, ну, во дворе, то есть, там, если я скажу, что я там пошел учиться на баян или на пианино, то есть, ну, я могу стать изгоем. Ну, во дворе просто, это, каким-то, это, чужком иди свои, учись на свои пианино, то есть, ну, отвергнутый коллективом, так скажем, то есть, ну... Ну, соответственно, я говорю, я хочу на гитару, я согласен учиться, но на гитару. Ну, и мать говорит, ну, гитары здесь нет, пошли, соответственно, в дворец культуры пришли, вот. Вот. Ну, а учительница говорит, а так у него рука маленькая, то есть, ну, у меня гитару в руки дали, а у меня пальцы еще не выросли, я оплатить ее не могу. Он говорит, ну, ничего страшного, давайте его на балалайку, там все равно пока ноты изучат, и гриф там, и три струны, и гриф там маленький. Ну, вот. Ну, говорит, вот, походишь пока на балалайку, года два-три, рука подрастет потом. Ну, вот так вот оно и случилось, то есть, три года на балалайку ходил, ну, вот. Выступал там на концерте, как-то, ну, там, от дворца культуры, там, ансамбль у вот этих народных инструментов. Ну, вот, это было как экзаменационное задание такое, там, вот, ну, я хорошо достаточно играл, и меня взяли туда, вот. Но я первый раз выступал, как бы, перед большой аудиторией, то есть, вышел, у меня аккомпанировала какая-то учительница на это, на баяне. Ну, и первые полпроизведения я отыграл нормально, а потом что-то пошло не так с моим сознанием и восприятием. Вот, я что-то вообще полностью потерялся, и уже, то есть, я смотрю, что я просто продолжаю играть, потому что я не могу остановиться, я знаю, что я еще не закончил, вот. Но, то есть, у меня все стало разъезжаться, и я смотрю, что у учительницы, у нее глаза просто начинают, ну, увеличиваться и увеличиваться, как, который аккомпанирует мне. Она пытается поймать, какие же, ну, то есть, у меня уже пошло экспромт, то есть, какие-то джазовые варианты на балалайке. То есть, она уже не понимала, как, то есть, какие-то гармонии непонятные и так далее. То есть, я уже сам не понимал, что это такое, что происходит. Вот, ну, как-то так или иначе, отыграл. Вань, я тебе, я тебе еще не бью. Раздали сам аплодисменты и так далее. То есть, ну, учительница, конечно, сказал, ну, ты меня подвел. Вот, ну, так или иначе. Вот, со школьным своим, с образованием, с музыкальным, как бы, разобрались, да? В принципе, мы все когда-то ходили. Я для чего-то рассказывал, да? Подожди, я тебя сейчас наведу на мысль, на такую вот. То есть, и я, как бы, занимался, там были уроки пения, да, у нас там, ТРМ-ПРМ пели. Ну, то есть, но певцами мы не стали. Где тот момент, когда ты решил самостоятельно, то есть, ты решил писать музыку, что ты будешь писать сам. Вот, что даже... Ну, так, когда я начал учиться, ну, перешел уже на гитару, да, ну, вот, то есть, у меня опыт какой-то был, и те задания, которые мне давали, то есть, они давались достаточно нелегко. И у меня было полно времени, как бы, свободного, ну, дома на занятия, то, что отводиться, как на... На то, что обучаться игре. Тем более, что если мне надо было откосить от какой-нибудь, ну, не хочется делать уроки, то есть, просто домашние. Ну, по крайней мере, есть занятия, можно сесть за гитару. Ну, так вот, и тогда, то есть, я стал, я уже научился играть, то есть, начал понимать, что многие какие-то произведения, которые я играю, они как-то идентичны между собой. И, то есть, я начал сочинять уже на гитаре музыку тогда просто. Мне было интересно, то есть, играть какие-то, ну, какие-то импровизации, спонтанные вещи, вот, и все. То есть, мне это больше нравилось, чем изучение какого-то произведения и игры. Понятно, здесь полет фантазии. То есть, я там изучу произведения, которые домашние задания мне дали за 15 минут, вот, а потом два часа сижу, какие-то импровизации свои собственные сочиняю там, да, вот. Вот. Ну, вот, это первое такое вот то, что во мне как таковое я почувствовал, что вот, ну, мне нравятся как бы не те произведения, которые мне дают, а свои собственные мне больше как бы, ну, нравится. Вот, вот, вот. Это была первая ступенька. Да, это была первая ступень, потом, ну, соответственно, когда я отучился, ну, уже на гитаре как таковой, ну, дальше там институт, и надо было уже другие планы как таковые, то есть, другие задачи, то есть, уже более взрослая жизнь, тут уже не до гитары как таковой. Вот. Ну, а потом, соответственно, в году, то есть, первая супружеская жизнь, то есть, которая была 5 лет, и после того, как, ну, у нас, не будем даваться подробностей, то есть, пошел разлад, и в результате, то есть, развод с первой женой, то есть, я остался как бы в определенном таком депрессивном состоянии, и у меня почему-то вот как-то изнутри пришло вот это желание, да, то есть, ну, надо было чем-то компенсировать свою внутреннюю какую-то трагедию, боль, и вот во мне возникло вот это вот явление как таковое, то есть, что, а не купить ли мне синтезатор как таковой, то есть, ну, и давно я как бы хотел, а тут, ну, семью теперь кормить, содержать не надо, то есть, детей у нас не было, жена у нас, а деньги. Нужен какой-то толчок все-таки. Ну, да, и, соответственно, то есть, я купил синтезатор себе, ну, вот, по этим, ну, достаточно большие деньги это стоило. Ну, вот, это 99-й год был. И я прям так, мне все это понравилось, я плотно засел за это, что через полгода я уже написал свой первый альбом, а компьютера у меня не было, то есть, ну, я обратился в студию, и тогда вот мы записали, это был, ну, да, это был начало 2000-го года, то есть, записали первый альбом тогда. Какой? Какой? Ну, он был этот, в стиле «Энигмы», там, с григорианскими песнопениями и так далее. Вот, и из него, там, где-то на лейбле у нас есть один трек. Я так понимаю, что мы его не слышали, да? То есть, он у тебя... Нет, я его не стал выпускать, потому что, ну, то есть, там же комплексы работ на студии производились, я пришел со своими произведениями, да, которые у меня в синтезаторе записаны. А звуковые сэмплы, то есть, у меня были отдельные. То есть, технически я не мог же, у меня не было компьютера, то есть, у меня был просто магнитофон, как таковой, да, на котором, на кассете я включал в какой-то момент, там, запись эту, сэмплы вокальных, и в это время, там, ну, как-то вот, какой-то вот такой вот экспромт был у меня в голове, ну, вот. тогда же не было каких-то этих социальных сетей, ютубов, что ты мог подсказать, то есть, ну, варился в собственном соку, какого-то представления, у меня даже представления не было, как это вообще все записывается, как таковое, да, ну, вот, вот что я себе представил, как это может быть выглядеть для меня, то есть, так вот оно и, ну, соответственно, этот альбом записали, ну, то есть, я его не считаю каким-то этим, ну, достойным, как таковым. Ну, пробный, экспериментальный, в общем. Пробный, да, момент, то есть, как таковой, то есть, ну, для меня он выглядит достаточно смешным, как таковым. Вот, ну, а все равно, так или иначе, один трек оттуда. Какие бы они ни были, они для всех смешны всегда, потом, с возрастом становятся. Ну, как ни крути, это первое. Ну, тогда это было, это сравнимо, что одно дело. Ну, тогда, согласись, это было вах, да, наверное, там? Ну, там, да, сидишь по оде... Ну, а ничего не делаешь, только поел, и сидишь за синтезатором, там, все, там, творческий процесс, все, по 10 часов. Ну, конечно, я уже тогда был великим композитором. Это самое... В то время, это ощущение собственного эго, то есть, оно выглядело именно так. Я, этот, я сейчас всем тут, ну, как, недооцененный. и это... Ты знаешь, оно постоянно, у многих это присутствует. У кого-то с возрастом проходит, а у кого-то... Нет. Ну, да. Ну, вот так вот. А потом, то есть, соответственно, уже я как раз закончил, когда первый альбом, я как раз заканчивал университет по психологии и у меня появилась, так скажем, в моей жизни вторая супруга. Вот. Ну, появилась вторая семья, то есть, соответственно, ее надо содержать и тут это... Ну, как-то одно к другому и... То есть, я занялся психологией, то есть, частной практикой и работал так, шесть лет в принципе нормально. Вот. Ну, через шесть лет, то есть, уже как-то заскучал я опять по музицированию, то есть, наверное, семейный быт меня подъел чуть-чуть, вот, и надо было чем-то заняться и думать, что это я это, ну, что это я музыку забросил? Ну, потом выяснилось, почему я ее забросил, потому что никому, кроме меня, она не нужна в семье, так таковая, вот. Да, когда поддержки нет со стороны. Ну, а там, да, то есть, это отлично, то есть, у некоторых есть такое маниакальное явление, что это надо уделять мне внимание и только мне, вот. И пошла просто банальная ревность к тому, чем я занимаюсь, а что это ты слишком много времени этому удивляешь? А там действительно надо, если ты собираешься профессионально как-то этим заниматься, то есть, уделять этому очень много времени. Ты даже не замечаешь вообще уже, когда начинаешь представить какие-то произведения, то есть, ты не замечаешь вообще ничего вокруг себя. То есть, ты как входишь в определенное состояние медитации, в некий такой транс как таковой. Вот, вот, как раз я хотел об этом и спросить тебя. Для тебя написание музыки, оно, ну, знаешь, как у некоторых есть какие-то как ритуалы, да, там, кто-то в баню идет, туду-туду, там, у него свой своеобразный ритуал, кто-то ужинать садится, у него свой ритуал. У тебя написание музыки, это чисто спонтанный процесс, или ты к этому как-то осознанно подходишь, что все там, у тебя какие-то там мысли в голове бродят, покоя не дают, или так сел перекурить, дык-дык-дык, что-то там наиграл, и есть какие-то свои вот зацепки? Все, что мне нужно, это тишина, вот, достаточно бодрое состояние и тела, и духа как таковое, ну, вот, и все, ну, это подобно тому, как, опять-таки, сравнимо, допустим, с процессом медитации, да, то есть, для этого ты садишься в позу лотоса, то есть, отключаешься от внешних каких-то раздражителей, то есть, и погружаешься вовнутрь. Вот для меня это приблизительно то же самое, то есть, я сажусь за свое рабочее место, вот, и погружаюсь просто в этот процесс, и он начинает разворачиваться уже внутри, то есть, как некий процесс медитации, вот. То есть, так как вот, я слышал от других композиторов, которые носят музыку или еще что-то там рождают какие-то эти, ну, это бывает, но редко. То есть, она все время во мне есть, мне достаточно просто уделить этому внимание, то есть, на этом состоянии, на своем собственном, что сейчас я, то есть, да, погружаюсь в мир музыки и таинства, да, то есть, я сажусь в это состояние, то есть, и уже, как подключаясь к этому каналу и начинаю музицировать, там, сочинять и так далее. То есть, процесс такой достаточно спонтанный, вот. А, соответственно, я из этого, если вышел в состояние и уже, ну, пошел, так скажем, в лес на природу, то и во мне не будет никакой музыки, то есть, я буду слушать, там, гений в кис, или наблюдать за тем, как ползают муравьи и летают бабочки. Вот. Ну, понятно, ты переключаешься с одной обстановки на другую. Вот как-то так. То есть, просто сел, погрузился, настроился и открывается некий, да, ну, канал, портал, вот. То есть, я становлюсь как инструментом неким. Вот. Но, да, в процессе такого состояния бывает иногда, что приходят какие-то мысли, идеи или те или иные ноты, да, рождаются и думаешь, блин, если бы я вот сейчас не сел, да, вот, а все-таки поехал бы в магазин, вот, мне надо было, да, я бы точно вот этого не написал. Вот. Поэтому я подхожу, ну, с одной стороны, к этому достаточно, ну, как, как некому таинству все равно, то есть, я прислушиваюсь к своему настроению, да, то есть, вот, если оно вот, во мне есть такой вот, ну, внутренний позыв, да, вот, что вот есть желание сейчас сесть и писать, да, вот, я сажусь и это делаю. Если нет, то через себя не заставляю, как сказать. Не заставляешь. Знаешь, я еще хотел спросить, еще вот такой момент, да, у тебя, как вот, у одного из немногих, у тебя на каждый трек, там, на каждую композицию, у тебя куча вариантов, там, радиоверсия, видеоверсия, там, какая-то версия, то есть, это, это что? Это, это неудовлетворенность тем, что сделал, то есть, как бы, или у тебя просто, ты написал, а у тебя в голове еще 33 варианта этого же этого родилось. Причем некоторые моменты иногда, я вот слушаешь, разницу не улавливаю между той и той. Понятно, что ты ее видишь, ты ее слышишь. Ты что-то пытаешься этим, как бы, ну, изменить композицию или, или? Или, или. Так, или, или. Ну, смотри, то есть, разные вариации, то есть, это, скорее всего, в первую очередь, связано с тем, что музыка во мне, она настолько, ну, является какой-то полнотой, да, такой, ну, не, как, неким явлением такой бесконечности, да, что просто вот написав одну вариацию, то есть, у меня, потому что, ну, есть несколько идей, а всех, все их пихнуть, как бы, ну, в одну композицию, да, в один вариант, то есть, ну, у меня просто, это будет какой-то винегрет просто, поэтому и несколько вариантов и возникает, как таковых, то есть, не то, что они возникают, а просто я не удовлетворен этим, то есть, я написал один вариант, но я знаю, что вот и она может звучать еще вот так, поэтому я делаю еще один просто вариант. Я тебя об этом спрашиваю. Ну, в первую очередь, это я делаю даже для себя, ну, где-то процентов на 80 для себя делаю, а не так, что, вот, ну, чтобы послушали еще и такой вот вариант. Нет, то есть, ну, для себя, потому что, ну, я еще вижу, что она вот так вот может звучать, но я не могу два элемента, два варианта, так скажем, склеить в один. Можно, конечно, но это будет тогда трек не на 4 минуты, а на 9 минут. То есть, можно и так, то есть, у меня, в принципе, все альбомы до 2018 года, если кто будет слушать, то он поймет, то есть, они в нон-стопе все записаны, то есть, одна композиция перетекает в другую. Ну, альбом на 60 минут, и, то есть, трек переходит один в другой всегда, то есть, в нон-стопе. Хорошо, хорошо. Давай. Это связано вот с тем, что, ну, вот эти различные вариации, как таковые, да, то есть, они, можно записать их на 20 минут, то есть, будет трек, или на 30 минут. Ну, а кто это, ну, по крайней мере, я это слушать сам не буду, 30 минут, то есть, подряд там, да, разные вариации, тут накидать это, и все, это, что это один большой трек. Не, ну, как ради эксперимента можно там, да, вот, ну, ну, эксперименты у тебя еще все впереди, еще наэкспериментируешь. Еще, Вань, такой тебе вопросик один, что ты вкладывал в название своего проекта, да, вот, Трансэкстази? Ну, это спонтанно. Напрашивается Трансэкстаз, туда-сюда, пятое-десятое. Да, так оно и было, то есть, просто, однажды, ну, надо же было придумать какое-то название, ну, вот, и в голове что-то вот крутилось, то ли, может, какой-то документальный фильм, что-то я про хиппи как раз в этот момент смотрел, там вот этот вот образ жизни их был, то есть, секс, наркотики, рок-н-ролл. да. И я думаю, что-то вот, ну, вот эту аббревиатуру надо взять, ну, как бы, на современные, латы. Я, то есть, транс, то есть, это, как идет, это стиль, как рок-н-ролл, да, а это стиль транс-музыки. Вот. Секс, так и остался секс. Вот. И... Его уж никак не берет. Котики просто, ну, действия, что хотят от наркотиков, то есть, экстаз, да, получить. Ну, так же было экстази, но это не к экстази, а отношение, а именно к экстазу. То есть, войти в эйфорию какую-то там, да. То есть, ну, вот, поэтому экстаз. Ну, вот это все вместе записалось, как транс-экстази. Я хотел, чтобы там было, ну, как шло транс-экстази, да, но в английском варианте оно читается, тогда будет слышаться, как транс-кекс, к экстази, то есть, ну, какой-то кекс, не секс, а кекс. То есть, ну, не получается так словосочетание. Ну, получилось вот так вот это транс-экстази, поэтому первые где-то лет семь, в скайпе очень часто, ну, ко мне в личку стучались транс-сексуалы, то есть, они думали, что я это. Ну, и почему-то итальянцы, я не знаю, их там, ну, то есть, либо у них распространение транс-сексуалов, то есть, постоянно какие-то эти, вот, транс-сексуалы ко мне. сейчас как-то, ну, то есть, я больше известен, вот, ну, в интернете как таковой, поэтому, ну, наверное, они в поисковике забивают, там, личку какую-то, транс-сексуалов, да, и там, наверное, выскакивает, что это какой-то музыкант, группа и так далее. Вот, и уже сейчас такого нет, а раньше, то есть, ну, прям бич был какой-то, и я все думал, то есть, ну, наверное, пора менять название, потому что эти транс-сексуалы меня просто достанут. А вообще, ну, транс, вот, в том написании, как у меня, то есть, это вариант французского слова транс, то есть, который, ну, в переводе означает сквозь, то есть, это прямое название, то есть, сквозь, транс, как таковой, транс, допустим, есть вот психология, транс-краниальные, электростимуляции, там. короче, название у тебя с подтекстом, со своим, с философским, с психологическим. Да, то есть, у меня, да, не так все просто в моей жизни, и даже... Ну, да, 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 я немного, как бы, в курсе твоей жизни, поэтому, я вот тебе, это самое. Ну, что, Вань? Мы не ищем легких путей. Да. Что бы ты хотел сказать своим слушателям? Моим слушателям? Да, я вообще думаю, что у меня их нет. Я думаю, что слово... У меня настолько, то есть, как я считаю, музыка нестандартная, как я так думаю, да, как таковая. То есть, ну, стилистически, да, она может там перемешивать те или иные стили, вот, но... Здесь понимаешь... Практика показывает, что даже у барабанной дроби есть свой слушатель, да? То есть, неважно. да. Поэтому... Нет, слушатели у меня есть, как таковые, то есть, если их будет, там, скажем, пополняться какие-то ряды, я буду только рад, что я... Значит, меня кто-то понимает. То есть, по-другому я как-то писать не хочу, стандартно, да? Ну, как стандартно, то есть... Ну, как... То есть, есть вариант того, что надо прислушаться к самим слушателям, да? То есть, исходить из их вкусов и предпочтений и под это подстраиваться. Вот. Я как-то... Есть такая методика котировки. Ага, вот это направление более котировки, значит, я сейчас начну писать вот это. как... Как группа Bad Boys Blue, так скажем, есть вот. Если Bad Shop Boys, они остались, в принципе-то, такими, какие и были вот на протяжении там 30 лет, то Bad Boys Blue, то есть, в стиле всегда плясали под тренды. То есть, у них один альбом такой, другой такой, то есть, то у них в стиле диско, то у них чуть ли не в стиле там... Да, ну, сами знаете, слышали. Ну, понятно. В общем, меняться ты, менять, как бы там, прыгать туда из стороны в сторону качелей, но тебя не предвидится. Ты как бы строго... Меня не предвидится, потому что, ну, да, вот, я не ищу легких путей. То есть, ну, таких создателей, композиторов или, так скажем, музыкантов, ну, их достаточно полно, а зачем еще один такой? Ну, Смысла в этом нет. Написать еще один трек, такой же, как у Армин ван Бьорен или там, я не знаю, еще у кого-то. Вот, ну, так вот, как вот у них, допустим, скажем, на лейбле, то есть, там начинаешь слушать вот эти треки, то есть, и ты не понимаешь, кто это вообще. Ну, то есть, они все настолько постилистически одинаковы, что свои какие-то нотки подчеркнуть там, да, то есть, ну, какая-то изюминка, то есть, их нет, то есть, это надо брать и смотреть, кто же там исполняет, то есть, ну, читать исполнителя. А здесь, то есть, если послушать моих там три-четыре трека, уже будет потом узнаваемо, там, ага, это вот я, то есть, ну, уже понятно приблизительно те грани, которые я использую в своих произведениях. хотя я не останавливаюсь на месте, то есть, ну, альбом, скажем, 2013 года, он, ну, положим, как я считаю, не похож на вот тот, который сейчас вот, небольшой такой альбомчик будет из из трех композиций выходить, вот, то есть, все равно он не такой, как в 2013, хотя, то есть, ноты есть, это и какие-то грани похожие, как в 2013 году писал, и как в 2008 писал, мне трудно судить. Ну, хорошо, давай вот на этом, на этой оптимистичной ноте на выходе твоего альбомчика мы как бы с тобой и ну да, пусть будет так. Да, продолжение мы еще как-нибудь устроим, еще поговорим на эту тему, все, а тебе давай желаем творческих успехов всех, спасибо, давай, удачки, не помнишь, ну что, друзья, вот мы маленечко пообщались в конце, немножечко узнали о жизни, бытие, ссылочки под видео сделаю, там, если кому интересно творчество, послушайте, кому не интересно, может быть, тоже послушайте, а может быть, не необходимо, неважно, суть не для этого, мы это затевали не для того, чтобы там втянуть, а так, скучно, знаете, скучно, все, всем пока, увидимся еще, да, кстати, если там какие-то комментарии, там, если что, пишите, может, с кем-то интересно, с кем бы поговорить, пригласим других музыкантов, пообщаемся с тем, с другим встретим, маленечко раскачаем обстановочку, ну все, а теперь, точно пока, до встречи, с кем-то интересно,